Рад приветствовать вас, дорогие друзья! Вы на канале Безель, с вами Алексей. Сегодня я впервые в нашем магазине и на обзоре Grand Seiko. Кварцевая версия на калибрах 9F серии. На сегодняшний день, это январь, точнее февраль 2022 года, это самая доступная версия кварцевых часов Grand Seiko. Небольшой анбоксинг, фирменная коробочка. Рисовая бумага служит не только эстетическим элементом дополнения упаковки, но и функциональным для того, чтобы мы могли с вами коробочку эту приподнять. Основную, извлечь ее. Здесь документация, достаточно увесистый буклетик на разных языках. Инструкция. Здесь история по тому, как нужно удлинять и смотреть по браслету, как будет комфортнее. И гарантийная карта. И основная коробка Grand Seiko выглядит похожим типом. Здесь есть чехол для транспортировки, бережный, с фирменами, лого Grand Seiko. И вот такая специальная защитная тряпочка для транспортировки. И давайте рассматривать данную модель часов поподробнее. Значит, монтажа на видео нет. Я снимаю одним дублем, поэтому за некоторые заминки и паузы, пардоньте, в будущем будем делать монтаж в специализированных студиях. Честно признаюсь, я очень давно ждал Grand Seiko у себя в магазине и на обзоре, чтобы вам их также показать. Здесь у нас и имеется внутри кварц, который идет под калибром 9,62 и на сегодняшний день является самым высокоточным кварцем в мире. Seiko в свое время произвела революцию. Это кварцевый кризис 70-х годов, выпустив самые точные, самые доступные кварцевые часы и практически убив полностью всю швейцарскую индустрию часового производства. Перед нами истинный представитель высокого японского часового искусства. С 2019 года это отдельный бренд Grand Seiko с отдельным логотипом. Ранние модели выходили под единым брендом Seiko. Японцы смекнули, что так дальше не стоит делать и начали диверсификацию и вывели его в отдельные абсолютно и бутики и прочее. Можем также наблюдать на заводной головке. ГС подчеркивает и символизирует принадлежность уже к высшей касте. Многие люди не расценивают кварцевые часы как серьезные часы. По факту, если мы говорим за высокоточный кварц, который установлен здесь, который собирается на минуточку вручную и абсолютно является полностью ремонтопригодным, это совершенно не так. Это мнение действительно бытует у людей, которые, возможно, не сталкивались с подобного уровня кварцевыми часами. Что примечательно, эти часы, как и вся серия, как и весь бренд Grand Seiko, они есть Spring Drive, механизмы комбинированные, и механика на хайбите 36 тысяч по колебаниям. Вот все Grand Seiko и кварцевые модели по самым гуманным ценам, они собираются теми же мастерами в той же студии. Стрелки, то есть индексы, все это абсолютно дополняется во всем модельном ряде, невзирая на калибры, которые установлены. По конкретной модели SBGX261, она является собой небольшой корпус, диаметр 37 мм, толщина за счет кварца 10 мм, компактные часы. За что платятся такие деньги? Платятся за азарацию, за полировку зеркальную, которая полностью зеркалит все, с чем она соприкасается. Переходящие вот такие вот элементы браслета, грани, мягко переход в сатинирование. Стрелки, как вы видите, они выполнены с различными вот такими вот гранями, и здесь придраться, правда, сказать не к чему. Это отделка ручная, она контролируется на максимальном уровне у японцев. Апертура также, окошечко такое же, выполнена вот с такими вот определенными углами шлифовок этих стрелок. Браслет литой, застежка также литая, с символикой гранд-сейка. Значит, на руке модель выглядит следующим образом. Так, значит... Рука семнадцать с половиной. Мне маловато, объективно. Здесь тоже все на высоте. Здесь все отполировано и по внутренней застежке. Заморачиваются японцы. Установлен сапфир с антибликом. Снимается тяжело. Видно меня, возможно, в отражении камеру. Но, тем не менее, сапфир с антибликом. И если смотреть под определенным углом, то его практически здесь и не видно. То есть, насколько грамотно все выполнено. Немножко по кварцу. Девятый F-серии. Значит, японцы в Сейко самостоятельно его выращивают. Он проходит жесткий ряд тестов для того, чтобы попасть в калибры. Они подают на него ток и проверяют, какие резисторы в итоге справляются лучшим образом. Их и оставляют для механизмов. Грандсейка – это часы для себя. Грандсейка – это часы для души. Это то, чем вряд ли вы сможете похвастаться и удивить людей, с которыми вы общаетесь, и ваш социум. Это вот то, что для себя даже можно не показывать. Это высокий уровень отделки. Это высокоточный кварц. Это то, что вы одели и забыли. Вы смотрите на руку, вы смотрите на время, вы наслаждаетесь этим произведением искусства. И довольны жизнью, идете по своим делам. Благодарю, что вы досмотрели этот ролик до конца. Канал Пезель, канал душевных разговоров о наручных часах. До новых встреч!